Просто как кажешься. Интересно, знают ли твои друзья, кто ты на самом деле? На что ты намекаешь? Оу, ты всё узнаешь со временем. Я открою эти ворота. Император Хакан? Проход туда находится под водопадом. И чтобы открыть его, надо повернуть два рычага. Такая вонь может идти только от демонов. Какая гадость. Это Белиал призвал сюда тварей. Покуда он жив, колдей будет подвергаться нападениям. Дядя Декарт полагал, что присутствие демонов — это своего рода след. Как для них предполагает. Как для них предполагает. И ты тоже так думаешь? Да. Чем больше я изучаю его записи, тем больше понимаю, что даже я недооцениваю его мудрость. Рычаг Это был первый рычаг Полторы тысячи лет назад этих акведуков еще не было Хозяин велел остановить его Должно быть белял соскучился по вам Вас ничто не спасет Я так скучаю по тем временам, когда мы с дядей Декардом искали затерянные артефакты Хотя... Этот проход ведет к бескрайним пескам Тайный проход за водопадом Очень оригинально Ты мог бы придумать что-то получше? Конечно Ты просто еще не видел, как устроены мои архивы Ха-ха-ха-ха-ха Не могу поверить Он засунул меня в бочку О боги! Как же тут неуютно Эх 2 Эх 3 Эх 2 Эх 1 Спасибо, что освободил меня А то я уже начал скучать Я ищу волшебный тигель Легенда гласит, что он спрятан где-то в этих акведуках Я найду ему применение в моей ювелирной мастерской Помоги мне найти И благодарность моя не будет знать границ Больше я невежливый, совсем забыл представиться Осторожно, Девин Он может быть проклят Ого, ведь я его предупреждал Теперь тигель можно подобрать Хватай его Эх, если бы я знал, что тигель был проклят Никогда бы не взял бедного парня с собой Заходи в мою мастерскую сколки Я покажу тебе, как с помощью тигеля Можно объединять осколки Ты иди, а я вернусь в город Мне надо выучить заклинание, которое поможет восстановить тело Кула Встретимся в архивах Хуже Но остальные Падший ангел, ведьма Они используют тебя для достижения собственных целей Ты предпочитаешь быть их марионеткой Хотя сила, данная тебе по праву рождения Могла бы сделать тебя богом Ну и как, Кул? Трудно быть богом? Нечего насмехаться надо мной Скоро я вернусь в этот мир И смогу показать тебе Каких высот может достичь нефален Мои архивы лежат глубоко под пустыней Может быть даже под теми самыми песками, по которым мы сейчас идем Харадримы не могли их уничтожить Они могли только закрыть вход в них Но у меня есть ключи Часть моей крови спрятана в этой пещере Я ее чувствую Тишина укрывает это место, как тяжелое покрывало. Ну как вам это? Черный камень души станет моим величайшим творением, моим наследием и даром человечеству. В будущем людей ждут войны с небесами и преисподней, и сила, заключенная в моем камне, позволит нам навеки освободиться от гнета демонов и ангелов. Сюда. Я чувствую, моя кровь где-то рядом. Этот портал ведет к ней. Золтунгул построил эти залы, чтобы жить в них, но они оказались его тюрьмой. Девушки отдыхают. Я не смогу нести так много всего. Мои архивы далеко на севере бескрайних песков. Там вы найдете мое тело и черный камень души. Страх и злоба. Зловещие пеленые подживают это место. Тут находится вход в мои архивы. Я открою портал. Мне пришлось все это построить, чтобы спокойно проводить исследования и эксперименты. Создать черный камень души было не так-то просто. Я многим ради этого пожертвовал. Похоже, был никогда не отличался гостеприимством. Похоже, я как раз вовремя. Иператор Хакан? Что вы здесь делаете? Отлично. Теперь все в сборе. Я пришел сообщить вам, что нашел Белиала и готов отвезти вас к нему. Значит, как только мы получим Черный Камень Души, мы сможем навсегда избавиться от Владыки Лжи. Конечно, конечно. Но сначала я хотел бы получить назад свое тело. Мы выполним свою часть уговора. Но и ты не забудь про свою. За этими порталами хранятся две реликвии, которые помнят силу моей крови. Активируй их с помощью добытых тобой сосудов. Я останусь здесь и буду готовиться к ритуалу. Будь осторожен. Ангелы ничем не лучше демонов. Ты хоть знаешь, что когда-то они устроили голосование, чтобы решить, уничтожать человечество или нет? Лишь один голос спас нас от гибели. Думаю, это был голос Тираэля. Ты прав. Как-никак он воплощение справедливости, а уничтожение всего живого трудно назвать справедливым поступком. Я мог бы помочь каждому человеку стать Нефалемом. Начать золотой век нашей истории. Но мои братья-харадримы не захотели, чтобы прочие люди обрели положенное им судьбой могущество. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...